Дочь Меладзе Он не понял, почему я так хожу, опираясь на левую сторону, а у меня клонило... А меня клонило постоянно, поэтому сказал, иди на МРТ. Я пошла в больницу, после этого врачи общались с родителями, рассказала Лия. Операция проходила в Европе, о её деталях родители девушки не рассказывали, пока хирургическое вмешательство не было проведено. Оказалось, что мне вырезали опухоль, но она была доброкачественная. Да, я узнала об этом, когда уже всё было хорошо, но у меня не было страха перед раком, говорит девушка. Сейчас она чувствует себя хорошо и ждёт процедуры по извлечению из ноги шурупов. Несколько месяцев ей пришлось ходить на костылях. Восстановившись, девушка прошла слепой отбор на украинское вокальное шоу «Голос». В интервью Лия также прокомментировала разговор о том, что на музыкальный проект она попала по блату. Её успех у судей... К ней повернулись все наставники, объясняется именно тем, что она дочь Меладзе. «Папа ненавидит договариваться ни с кем, ни о чём он не будет этого делать. Всё, с чем я столкнулась на голосе, очень честно», — сказала Лия. Девушка также рассказала, что непременно хочет заниматься музыкой, даже если уступает в таланте собственному отцу. «У меня нет какого-то выдающегося слуха, как у папы. Многие говорят, что нельзя позорить семью, фамилию. У вас все такие талантливые, ты должна». «Нет, это бренд. Да, я могу немного лажать, могу быть не самым сильным вокалистом, но это то, что я хочу делать», — заявила Лия. В интервью девушка также призналась, что недавно рассталась со своим возлюбленным Владом Финичко, финалистом проекта «Голос дети», с которым она встречалась с 14 лет, но Лия призналась, что может снова сойтись с ним, ведь такое в их отношениях уже было не раз. После ухода Меладзе мама Лии Яна Сум также смогла устроить свою личную жизнь и вышла замуж за бизнесмена. От брака с композитором у неё также есть старшая дочь Алисы и младший сын Валерий, которому диагностировали аутизм. Константин Меладзе в 2015 году официально зарегистрировал свой брак с Верой Брежневой, в отношениях с которой состоял с 2005 года. «Рада, что папа рад, мне абсолютно не важно где, как, с кем, жизнь она для того, чтобы радоваться», — поделилась Лия, намекнув, что снова избранница отца, она почти не общается. Лия также призналась, что в соцсетях ей часто писали незнакомые женщины, оскорбляли её отца, но она всегда его защищала. «Он всегда был самым-самым добрым, самым щедрым, он был лучшим папой на Земле», — заключила Лия.